Марш миллиона сердец. Что известно о масштабном митинге в Варшаве? В Варшаве 1 октября польская оппозиция во главе с Дональдом Туском провела крупнейший в истории города митинг. Марш миллиона сердец собрал около миллиона человек. В противовес правящая партия «Право и справедливость» собрала свой митинг в Катовице. Пожалуй, единственное, чем запомнилось данное мероприятие, это остроты премьера Матеуша Моровецкого, который назвал Туска политическим мужем, экс-канцлера Германии Ангела Меркель. Как сейчас складывается политическая ситуация в Польше, о чем говорили оппозиционные лидеры на марше в Варшаве и что волнует обычных поляков? Рассказываем во взоре Билта. Что известно о марше миллиона сердец? Массовый марш в центре Варшавы был организован гражданской коалицией – крупнейшей оппозиционной партией страны, лидером которой является бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. В этом году это уже второй подобный марш. В предыдущем марше, который состоялся в начале июня, приняли участие около полумиллиона человек, недовольных политикой правящей партии «Право и справедливость». По данным городских властей Варшавы, в марше 1 октября приняли участие около миллиона человек. Польское издание ОНЕД насчитало от 600 тысяч до 800 тысяч человек, а лидер партии «ПИС» Ярослав Качинский утверждал, что акция собрала лишь 60 тысяч человек. «Более миллиона белокрасных сердец в Варшаве», – написал Туск на своей странице в соцсети «Икс». «Белокрасные сердца» – это символ, который использует партия Туска. Из соображений безопасности полиция перекрыла некоторые улицы в центре Варшавы. Также сообщалось, что митинги оппозиции прошли в некоторых других городах Польши. Участники шествия обвинили правящую партию «Право и справедливость» в многочисленных нарушениях законов, попытках вывести страну из ЕС, финансовых махинациях, притеснении меньшинств и ограничении прав женщин. Выступивший перед собравшимися на митинге Туск заявил, что в Польше грядут большие перемены. «Пусть никто из правящей партии не питает иллюзий, изменения к лучшему неизбежны», – заявил Туск. Он также назвал марш в центре Варшавы символом Великого Польского Возрождения. «Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства. Это наше время», – сказал Туск. Кроме Туска, на митинге выступил мэр Варшавы Рафаал Тшасковский и многие другие политики из гражданской коалиции. Они говорили о свободе, демократии и верховенстве закона. В толпе то и дело раздавались аплодисменты и были слышны крики «Мы победим». Митингующие развернули флаги Польши и ЕС, а также несли транспаренты с шутливыми и гневными лозунгами, критикующими правящую партию «Право и справедливость». «Я иду за тобой, Польша! Поляки, просыпайтесь!» – гласили надписи на плакатах. О чем говорили участники марша? Польское издание ОНЕД побеседовало с участниками марша. Люди перечисляли проблемы в стране, которые их пугают и вселяют неуверенность в будущем. Многие люди говорили о нарушении закона в стране, когда правосудие оказалось в руках правящей верхушки. Кого-то волновал рост цен, кого-то – ситуация в образовании и здравоохранении. «Я нахожусь под властью тех ужасных людей, которые разрушают мою страну. Но я не уверена, что этот марш что-то изменит. Это очень тяжело», – сказала участница по имени Калина. Женщина несла в руках шарф, сделанный из объединенных флагов ЕС и Польши. «Я бы хотела, чтобы мои внуки учились в школе правде, а не какой-то лживой чепухе. Я пришла ради них, ради будущего», – сказала еще одна участница марша. Затем женщина добавила. «Не так давно, когда я ходила на рынок за покупками, мне хватило ста злотых на все необходимое. Сейчас даже двести злотых недостаточно. ПИС сделала вещи настолько дорогими, что это невероятно. Кроме того, меня крайне раздражает, что я не могу включить польское телевидение, потому что то, что они говорят, может вызвать сердечный приступ». Житель Варшавы Якуб, принявший участие в митинге, рассказал журналистам, что глубоко возмущен коррупцией и беззаконием в стране. «Они грабят нас средь бела дня, вспыхивают новые скандалы, но отставок нет. Наоборот, они все более открыто крадут государственные деньги. Им плевать на граждан, им также плевать на СМИ. У них есть своя пропаганда. Мы не хотим этого. Мы хотим хорошего будущего для наших детей, чтобы им не пришлось покидать Польшу, когда они вырастут», — сказал мужчина. С ним солидарная жительница Лоди Александра, которая специально приехала в Варшаву для участия в митинге. «Что меня больше всего беспокоит в поведении людей, управляющих сегодня в Польше, так это беззаконие, лицемерие, ложь, популизм и использование дешевых, вульгарных уловок, на которые, к сожалению, поддаются многие люди. Иногда мне кажется, что времена Польской Народной Республики возвращаются. Мы не можем этого допустить», — говорит женщина. «Мы хотим перемен. Мы хотим лучшей Польши для наших детей. Система образования находится в ужасном состоянии. Служба здравоохранения, где я работаю, находится в трагическом кризисе. Существует проблема с детскими садами, яслями, базовыми потребностями каждой польской семьи», — заявила Джоанна из Варшавы, которая пришла на марш со своим мужем и двумя сыновьями. Протестующие Анна и Уршула, приехавшие на марш из города Милича, говорят, что вышли на защиту демократии. «Мы пришли защищать демократию, которую завоевали в 80-е годы, потому что мы не можем смотреть, как ее разбазаривают. Мы знаем, как было раньше, поэтому не можем позволить, чтобы все вернулось назад. Мы боимся за наших внуков и молодое поколение», — говорят женщины. Многие участники марша говорили, что вышли митинговать, потому что больше не могли молчать. «Больше всего меня пугает то, что в Польше за такое короткое время было разрушено верховенство закона. Аппарат правосудия подчинен одному политику — Збигневу Зебра. Это генпрокурор Польши. Этого не должно быть. Вот почему я здесь», — говорит Томаш из Белостока. Некоторые митингующие пришли на марш в оранжевых и красных париках. Это отсылка к одному из выступлений главы ПИС Ярослава Качинского. Он с сарказмом указывал на рыжий цвет волос своего политического оппонента Туска. «У них уже нет аргументов, поэтому они даже цепляются к цвету волос. Это слабо, поэтому мы решили выразить поддержку Дональду Туску таким шутливым способом», — рассказал участник марша в рыжем парике. Чем ответила ПИС. В противовес маршу «Миллиона сердец» представители ПИС провели свой митинг. Они отправились в польский город Катавицы, чтобы предупредить местных жителей об опасностях, которые ждут Польшу, если Туск и его союзники победят на выборах. Премьер-министр Матеуш Моровецкий заявил, что если право и справедливость победить на выборах, он отправит Туска в Берлин. Тем самым Моровецкий повторил популярный тезис ПИС о том, что Туск находится в сговоре с Германией. Затем он назвал лидера оппозиции политическим мужем бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Моровецкий также обвинил Дональда Туска в желании привезти в ЕС нелегальных мигрантов. В подтверждение своих слов, премьер размахивал стопкой листов, на которых, по его словам, содержалось множество улик против лидера оппозиции. Примечательно, что недавно в Польше разгорелся громкий коррупционный скандал в связи с продажей виз гражданам стран, не входящих в ЕС. Так выяснилось, что на территории Польши была создана незаконная схема по выдаче виз иностранным мигрантам. Действовавший в польской лоди визовый центр продавал визы гражданам из нескольких десятков стран, в том числе Пакистана, Бангладеш и Ирана. Цена вопроса – порядка 5 тысяч долларов. При этом в деле оказался замешан замглавы польского МИД Петр Вавжик. После огласки ПИС попыталась аккуратно дистанцироваться от Вавжика. Чиновника уволили из МИД, а его имя было оперативно вычеркнуто из списка кандидатов на выборах отправящей партии. На этом фоне Германия ввела усиленный пограничный контроль на границах с Чехией и Польшей, чтобы ограничить приток просителей убежища. Также СМИ сообщали, что Европейская комиссия потребовала от польского правительства пояснить ситуацию с визовым скандалом и принять немедленные меры для защиты шенгенской зоны. Как складывается ситуация в Польше перед выборами? Марш миллиона сердец состоялся за две недели до парламентских выборов, на которых главная борьба развернется между ПИС и гражданской коалицией. Ранее польские власти называли нынешние выборы важнейшими за 30 лет. В то же время в оппозиции заявляют, что эти выборы могут определить будущее Польши в ЕС. Сам Туск неоднократно заявлял, что политика правящей партии направлена на выход Польши из Евросоюза. Согласно опросам общественного мнения, ПИС немного опережает коалицию Туска в электоральном рейтинге. Рейтинг ПИС составляет 38%, гражданской коалиции – 30%. Однако для ПИС этого недостаточно, чтобы сформировать парламентское большинство. Поэтому сейчас идет борьба за каждый голос. Электоральная кампания в Польше проходит на фоне экономических трудностей и разногласий Варшавы с Брюсселем. В июле 2023 года инфляция в Польше составила 10,8%, в августе – 10,1%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по ЕС. В нынешнем году Польша возглавила антирейтинг стран ЕС по уровню падения ВВП. Так, во втором квартале 2023 года по сравнению с первым ВВП Польши снизился на 2,2%. Кроме этого, в стране наблюдается спад промпроизводства и индекса деловой активности. Политика польских властей неоднократно вызывала острую критику со стороны Брюсселя. Судебная реформа, запрет на аборты, давление на СМИ, закон о российском влиянии, нацеленный на чистки в рядах оппозиции. Дабы приструнить Варшаву, Брюссель наложил на Польшу штрафы и даже заблокировал выделение средств из постпандемийного фонда ЕС в размере более 58 млрд евро. Сумма внушительная и крайне необходимая для польской экономики. Однако меры Брюсселя польские истеблишмент не впечатлили. Варшава продолжила гнуть свою линию, а в стране даже заговорили о Полексит. Кроме этого, в последнее время Польшу штормит на фоне коррупционных скандалов. Так, имя Качинского упоминалось в связи с многомиллионной аферой при строительстве двух небоскребов в Варшаве. Между тем оппозиция в случае победы на выборах уже пригрозила нынешним властям трибуналом. И похоже, если дело действительно дойдет до суда, то посадки будут неизбежны. Субтитры создавал DimaTorzok